Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами обзором посылки, которую я получила из Пластилинкина, а также попутно познакомить вас с самим Пластилинкиным, если кто-то из вас об этом магазине еще не знает. Пока я распаковываю посылку, я сделаю маленький обзор по этому магазину. Итак, магазин Пластилинкина является одним из самых крупных интернет-магазинов, и в нем представлен очень широкий выбор полимерной глины и всего сопутствующего, что потребуется в работе. Свыше 30 видов самой полимерной глины вы здесь можете найти. В этом магазине очень много моего любимого цернита с большими и маленькими блоками. Кроме того, широко представлена большими, средними и маленькими блоками глина FIMO. Тут вы найдете как запекаемую глину, в нее входит классическая линия Professional, а также глина с разными спецэффектами. А кроме того, вы найдете здесь глину для изготовления кукол, серию софт и другие виды глины. FIMO представлена как запекаемым, так и самозастывающим видом глины, словом на любой вкус и фантазию. Для почитателей российской глины тут также есть чем поживиться. Огромный выбор артефакт не оставляет без внимания даже самого искушенного мастера. Здесь есть полный набор серии шифон, новой формулы, а также глины со спецэффектами, как то металлик или глина с блестками, перламутровые варианты, а также широчайший спектр классической и неоновой глины, притом удивительно хорошего качества. К слову говоря, магазин Пластилинкин, согласно информации на сайте производителя глины Артефакт, является официальным ритейлером. А это значит, что глина в Пластилинкине закупается непосредственно у производителя и не залеживается на многочисленных складах посредников. А это существенно отражается на качестве самого продукта и творческом процессе. Также из российской глины можно здесь найти всю палитру Санет и эко-полимерную глину Йоски, включая новую серию Особое качество. Перечислять все виды глин, которые есть в Пластилинкине, это очень долго. Скажу лишь, что вы здесь найдете и полную линейку глины Крафт Клей, глину Дарви, здесь есть также глина ДАС, различные виды глины Идиго, полный перечень глины Джови, Котополи Клей. Также здесь можно приобрести полимерную глину Коино, которая переводится как нечто несравненное. Есть керопласт, а также глина Падо. Причем она представлена настолько широко, что удовлетворит самые изысканные предпочтения. Здесь она представлена и в виде шариков, которые запакованы в баночки, а также в виде классических брусков, разновидности которых уходят как в классическую серию, так и в линейке с различными спецэффектами. И, конечно же, здесь можно найти весь перечень глины Скалпи, как запекаемой, так и самоотверждаемой. Кроме того, практически все производители предлагают глиняные наборы, что очень удобно для мастеров, которые, например, хотят ознакомиться с новым продуктом или его свойствами. Ну а те, кто профессионально занимается флористикой, тут просто попадают в рай полимерной застывающей глины. И, наконец, вишенка на торте, на мой взгляд, это сервис. Прежде всего, это бесплатная доставка по всей России. Это особенно удобно для отдаленных регионов, доставка в которые может влететь в копеечку. Также, если на текущий момент нет в наличии какого-то товара, очень удобный сервис предусмотрен вот этой зеленой кнопочкой «Сообщить о поступлении». Вы нажимаете на эту кнопочку, оставляете свой e-mail и будьте уверены, как только товар поступит, вы сразу же получите извещение о нем. Ну и, безусловно, есть целая система скидок, с которыми, ознакомившись, вы можете подобрать ту скидку, которая подойдет в данный момент именно вам. А тем временем я, наконец-то, справилась с коробочкой и посмотрим, что у меня тут есть. Первое, на что я натыкаюсь, это опись заказа. По ней я сверю о наличии товара. И начинаю с заказной флористической проволоки. В магазине «Пластилинкин» в гигантском перечне инструментария можно найти самую разную проволоку размеров, цветов и диаметров. И первая проволока, которую я в данный момент рассматриваю, это проволока номер 24. Она оплёточная проволока. Сама проволока довольно гибкая, но прочная. Следующая проволока чуть-чуть потолще, это 28 номер. Также представлен оплёточным вариантом. Эта проволока у меня будет идти на более тонкие и деликатные фрагменты декорации. И заказала я белую проволоку, которая очень пригодится в работе с полупрозрачными глинами, если надо сделать, например, пестик, чтобы через него не просвечивалась зелёная проволока. С нетерпением ожидала вот такой вот молд. Сразу же хочу сказать, что в пластилинке не представлено огромное количество акриловых молдов текстур, самых разных профилей, как универсального назначения, так и более узкоспециального. И очень-очень хочется купить, ну вот просто всё. Но на данный момент я купила молды для тюльпанов, который состоит из двух частей. В моём городе этот молд стоит гораздо дороже, чем в пластилинке, поэтому я с удовольствием его тут же приобрела. Вот так выглядят молды вблизи. Как видите, очень чётко выраженная хорошая текстура. На молдах нет ни сколов, ни царапин, ничего-то лишнего. А также учтены все выбоинки, куда можно, допустим, просунуть проволоку. В общем, словом, очень интересные, очень качественные, хорошие молды. Попутно хочу сказать, что в пластилинке не есть в продаже огромное количество и силиконовых молдов, и вайнеров. На кусочки глины я сразу вам покажу оттиск, который делают вот эти вот молды, чтобы вы имели представление, как это всё выглядит. На маленьком кусочке глины маленький молд делает вот такую текстуру. А большой молд делает вот такую, сейчас я вам её покажу. Если нужен более отчётливый рельеф, мы, конечно же, лепной материал сильно придавливаем, а если, соответственно, слабый рельеф нужен, то и придавливаем слегка. Я придавливаю сильно сейчас, чтобы показать максимальные возможности этого молда. Вот такой вот оттиск получается. Такие молды превосходны как для фоамирана, так и для лепных материалов. И, наконец, я заказала несколько кусочков глины. Ну, конечно же, must-have – это чёрный, белый и травяной. А также я заказала серию шифон «Липовый мёд», потому что у меня его мало осталось. И взяла на пробу два новых кусочка «Лимонный мармелад» и «Спелая папайя». Вот в данном случае «Спелая папайя». Она выглядит вот таким вот образом. Сдавив её, я вижу, что материал свеженький, а это значит, что глина была произведена либо недавно, либо хранилась в превосходных условиях. Точно так же я проверяю лимонный мармелад. Вот такого приятного цвета эта глина. Я сдавливаю краешек. Глина прекрасно поддаётся воздействию. Вот так выглядит шифоновый липовый мёд. В боевых условиях я его уже пробовала, поэтому и добрала в этот раз. Все испробованные глины очень хорошего качества. А также, конечно, я буду в работе использовать классический белый. Классический чёрный. Эти глины прекрасно проходят тест на сдавливание. А также, пожалуй, один из самых проблемных – это классический травяной. Проблемный в силу того, что при неправильном хранении зачастую он крошится. Но вот здесь вот я сдавливаю его и вижу, что он пластичный, он не крошится и он прекрасно сдавливается. То есть, я получила материал высокого качества. И, наконец, последний элемент – это визитка магазина со всеми его выходными данными. Обязательно отложу её, чтобы не потерять контакт. Посылкой своей я довольна. Обязательно оставлю отзыв на сайте магазина. Вам же советую ознакомиться с этими отзывами. Порой именно они складывают главное впечатление о магазине. А я в своё время, почитав эти отзывы, приняла решение о том, чтобы заказать вот эту посылку. Посылка мне дошла довольно быстро, за неделю. А также, во время сборки посылки, мне звонили сотрудники магазина и согласовывали со мной весь заказ. Такое внимание очень приятно и очень полезно. Оно исключает какие-либо ошибки в будущем. Если моя информация кого-то из вас заинтересовала, все данные я оставлю в описании под видео. Так что пластилинкину от меня лично большое спасибо. И сегодня на этом всё. Всем пока!